Да, друзья, что-то у нас младший брат интернет подводит, что-то тормозит прям очень. И очень сильно еле вошел. И вся проблема в том, что у меня ролики так и не пошли, поэтому я так и не видел, что проходило. И так, быстрые деньги здесь будут надежные. Так, ну обсуждение, да, абсолютно правильно. В правильном направлении. Так. Ну вот, друзья, давайте среда. Давайте у нас традиционный технико-экономический вебинар. Большинство у нас, конечно, перешло по количеству людей с предыдущего вебинара. Вот, соответственно, продолжаем наш технико-экономический вебинар, который мы с Алексеем ведем именно для тех, кто работает в проекте Skyway. Вот, для того, чтобы, скажем так, каждую неделю, ну, если сказать, не подводить итоги, а для того, чтобы быть в курсе событий, сверять свои, ну, скажем там, настроения с тем, что происходит, ну и, соответственно, быть, скажем так, и в курсе, и в тонусе, как мы называем, для того, чтобы дальше двигаться в проект. Я несколько раз буду вот на этих вебинарах повторять очень одну, очень важную вещь, которая родилась вот буквально за, перед Новым годом и за вот эти новогодние праздники. И сегодня она все больше и больше набирает такого подтверждения, наработки для того, чтобы четко показывать, что вы все сталкиваетесь с вопросом, чем вы отличаетесь от других дорог. Ну, традиционный вопрос. Ну, чем вы отличаетесь от монорельса? Или чем вы отличаетесь от, допустим, там, поезда на магнитном подвесе? Или от Сапсана, или от китайской высокоскоростной технологии, ну, высокоскоростных поездов? Ну, в зависимости от того, что человек знает. Это традиционный вопрос, и на него сходу ответить, ну, не так находишься чем, потому что, ну, если человек знает, что такое монорельс, то как ему объяснять, что это сравнивать нельзя, потому что это два разных технологических решения. Вот. Но, тем не менее, вот по мере работы и вот по мере того сейчас, как развивается проект, и мы сейчас вот именно, ну, скажем так, научной школой, которую создал и развивает инженер Юницкий, мы сейчас готовим несколько научных статей для таких больших научных симпозиов, конференций, для того, чтобы именно в научном сообществе так четко позиционировать именно проект Skyway и струнных технологий. И мы как раз несколько систематизировали и показали такие серьезные отличия, что такое наша технология и чем она действительно является сегодня. Ну, слово революционное здесь неправильно подходит, а именно следующей ступенью цивилизационно-технологического развития и следующей такой прорывной, именно прорывной ступенью, которая будет развитие всех коммуникаций в ближайшее время цивилизации на Земле. Я сразу задаю встречный вопрос. Друзья, вот вы можете себе представить, допустим, трамвай, который ездит, перевозит по городу людей и при этом не потребляет никакой электроэнергии, а еще близлежащие дома сам снабжает электроэнергией. Вы можете это себе представить или нет? Ну, человек, здравомыслящий человек начинает понимать, что вечных двигателей не бывает, что трамвай не может сам вырабатывать электроэнергию, потому что он едет на электроэнергию, поэтому, естественно, этого быть не может. Сегодня мы говорим о том, что мы создаем транспортную коммуникационную систему, которая в комплексе технологических решений позволяет не только не потреблять углеводородное топливо, а которая позволяет еще вырабатывать электроэнергию в систему потребителям. И причем это, друзья, отдельно это уже существует. Вот Алексей сейчас обязательно вам сбросит ссылку, о том, что сегодня уже, друзья, думайте, сегодня уже весь пассажирский транспорт Голландии, весь пассажирский, который работает на электротяге, он работает от ветряной электроэнергии. То есть сегодня пассажирский транспорт, скоростной пассажир, ну, не только скоростной, пассажирский транспорт Голландии не потребляет электроэнергии, которая делается из углеводородов, невозобновляемой энергии. То есть сегодня элементы этого уже существуют. Поэтому то, что мы сегодня, друзья, делаем, мы вводим просто новые технологические решения, которые через инженерную технологическую школу, она обобщается в общую систему, которая называется Skyway. Skyway это комплекс технологий. Skyway это то, что объединяет и дает новые решения. И соответственно это объединение, то, что мы говорили, что мы объединяем мир, мы втягиваем все сегодня технологии. Вот что сегодня не будет возникать новое в науке, соответственно технология Skyway все это будет применять. Будут возникать новые сплавы, значит это новые рельсы и новые струны. Будут возникать новые композиционные материалы, это новый корпус, это соответственно новые обмотки, это новые двигатели. Будут возникать, соответственно, новые формы управления, информационной передачи информации, все это будет применяться. Новое жизнеобеспечение, комфорта, медицина, обучение, все это будет применяться в технологии Skyway. И это то, что острие сегодня идет шестого технологического уклада. Так вот, в начале еще прошлого года мы не могли позволить себе говорить о том, что технология Skyway энергетически не потребляет сегодня невозобновляемое топливо. Мы говорили о том, что оно крайне эффективно, что Unibyte будет потреблять меньше 100 грамм на 100 километров в эквиваленте. При этом, что можно вырабатывать самим фитнес-энергию, и человек уже будет сам работать как генератор, делать физическую нагрузку, заниматься спортом, потому что сегодня крайне необходимо современному цивилизованному человеку. И при этом вырабатывая энергия, будет еще аккумулироваться и идти на движение. То есть абсолютное потребление, и человек ту пищу и те продукты, которые он потребляет, не потом выкидывает или складывает себе на то, от чего потом хочет избавиться, а реально напрямую сразу переводит в полезную энергию, в полезную работу, в полезную электрическую энергию, которая идет на движение. И эта технология уже позволяет это реализовывать. И как посчитал Юницкий, что если миллиард человек, когда миллиард человек будет одновременно перемещаться на Юнибусе, то то количество энергии, которое они будут вырабатывать, это эквивалент, который будет вырабатывать 47 атомных станций в мире. То есть количество энергии, представляете, какое количество, огромное количество энергии можем мы с вами вырабатывать, и технология позволяет ее аккумулировать. И наши Юнибайки сегодня уже как электрическая машина позволяют двигаться со скоростью 150 км в час, при этом 60 км в час можно обеспечить чисто за счет своей энергии, то есть за счет вело и физических тренажеров, потому что Sky Fitness, вы видели, идет целое направление, которое ведет наш партнер, друг и консультант генерального конструктора, это Адриан Камоцы, вице-чемпион по бодибилдингу. Соответственно, там разрабатывается целый комплекс физических упражнений тренажеров, которые позволят максимально увеличить эффективность работы именно с физической точки зрения, чтобы получать нагрузку, и соответственно максимально получать энергию, которая будет уходить для движения. Это уже, друзья, сегодня создано, и это уже сегодня работает и сегодня совершенствует. То, что сегодня делают голландцы за счет ветровой электроэнергии, то есть вся Голландия сегодня, если на день пролететь, это ужас какой-то. Она сегодня вся усыпана, утыкана этими ветровыми генераторами, вот. Но это ветровые генераторы старого поколения, те, которые дают очень сильное ультразвуковое загрязнение, то есть там на лопастях сверхзвуковые скорости, которые дают вибрации, которые очень вредны для, соответственно, организма. При этом то, что сегодня предлагает ветроэнергетика и солнечная энергетика Skyway, это турбины нового поколения, которые высокоэффективны и которые будут органически и технологически вписаны в путевую структуру. Соответственно, как еще на первой моей встрече с Юницким, я говорю, это уже апрель 2000 года, когда он мне показал, что трасса Skyway, которая будет проходить через весь континент, это фактически будет являться парусом, который будет улавливать всю энергию, которая переходит. И он мне тогда посчитал, что этой энергии более чем достаточно для сегодняшнего, чтобы перевозить по этой трассе товары и грузы. Соответственно, сегодня ветровая и солнечная энергетика, то есть солнечная энергетика активно сейчас занимается наш, скажем так, я считаю, даже не конкурент, а больше партнер, именно идеологический партнер по работе Илон Маск, потому что он первый, кто заявил в июле прошлого года о том, что он создает программу, которая называется Power Rule, то есть энергия на стене, аккумулирование электроэнергии от солнца и от ветра, которая позволит все домохозяйства на земле сделать независимыми по энергетике, то есть можно будет их отрезать от проводов, они сами будут вырабатывать электроэнергию и тепловую энергию для того, чтобы потреблять. И он сказал, что через 10 лет он всю бытовую энергетику переведет на альтернативную экологически чистую возобновляемую энергетику. Соответственно, это было очень смелое заявление, потому что представляете, как на это смотрят наши газовые компании, тепловые компании, которые вырабатывают тепло, которые фактически сегодня понимают, что как Илон Маск, и он сегодня уже строит завод на 100 миллионов комплектов, таких Power Rule, которые позволят делать домохозяйство независимым. После этого у нас были не то, что абсолютно развязаны руки, то есть мы сделали следующее заявление, именно инженерная школа Skyway, о том, что сегодня ту технологию, которую мы создаем, она позволит не только сделать независимой от углеводородной энергетики и не потреблять бензин и нефть для движения, и электроэнергию вырабатываем с помощью углеводорода. А эта технология еще позволит вырабатывать электроэнергию для того, чтобы давать ее потребителям. Соответственно, друзья, утверждение, которое делают сегодня Илон Маск и инженер Юницкий, это сегодня то, что через 10 лет все движение, то есть все товары и грузы на земле и все домохозяйства не будут потреблять углеводородное топливо. А это, друзья, чтобы вы понимали, 60% всей мировой энергетики сегодня в мире. 60%. Поэтому, когда говорят, чем вы отличаетесь или что радикально, то приводя вот эти цифры, приводя вот эту аргументацию, можно сказать, что мы создаем и экологическую систему нового поколения, и технологическое решение, которое решает, соответственно, очень многие вопросы, которые сегодня встают в цивилизации. И это позволило нам утверждать, почему у нас называется Экофест, Экотехнопарк, потому что все технологии, они сегодня экогенные. Друзья, тоже прошу пометить этот термин. Не техногенная цивилизация, которая сегодня губит и убивает природу, и тот дом, в котором мы живем, сегодня землю превращает просто в свалку отходов. И как в фильме, который был в апреле на Экофесте, показан, что если лягушка сидит и потихонечку подогревается вода, то она, переходя с одного места в другое, все равно в конце концов сварится. А если лягушку бросают сразу в кипяток, она обратно выбрасывает, выпрыгивает, и таким образом вскрываются внутренние резервы. Точно так же и человечество сегодня. Оно гадит в одном месте, потом чуть-чуть в другом месте, потом чуть-чуть в третьем месте, потом куда-то засылает ядерные отходы в какой-нибудь третью развивающуюся стран, типа Россия или Украина. И считает, что на этом можно будет, соответственно, каким-то образом прожить. Юницкий, как именно инженер, всегда произносит такую фразу, что осталось 2-3 поколения, когда будет пройдена точка невозврата, то есть когда уже наша атмосфера и биосфера будут уничтожены, направлены настолько, что восстановить жизнь будет на Земле невозможно. Взамен этому, то есть цивилизация, друзья, не стоит на месте, и мы с вами очень много приводили примеров о том, что сегодня весь цивилизационный технологический цикл можно рассмотреть технологическими укладами. Это первый уклад, когда появление первого производства массового Англии, это второе, когда появление паровой машины, когда появились паровозы, пароходы, железные дороги, железнорудная горная промышленность, банки, биржи. Дальше это появление электричества, следующий скачок в цивилизации, то есть это новое направление. Дальше это появление двигателей внутреннего сгорания, это эра нефти, это авиация, это космонавтика, это автомобилестроение, и это практически весь 20-й век. Это и радиосвязь, и телефон, ну сначала телефонный, потом радиосвязь. Дальше пришел пятый технологический уклад, это начало 90-х годов, это меры микроэлектроники, IT, соответственно, все, что связано с компьютером, с чем мы сегодня не представляем жизнь. Сегодня, говоря этим языком, но, друзья, если говорить коротко, характеризуя эти моменты, что каждый этот этап несет свои именно вредные и опасные вещи для цивилизации и для планеты, и для экологии. И для кого не секрет, я обязательно сброшу сейчас в чат еще, на РЭМ-ТВ была передача на прошлой неделе, в пятницу, которая просто вот уже четко показывала, как нефть сегодня влияет на планету, что происходит, каким последствиям это ведет, и сегодня цивилизация просто обязана думать о тем, как перестать потреблять нефть для движения и для тепла. То есть это только нефтехимия, для этого надо нефти в тысячи раз меньше, чем сегодня, даже не в тысячу, если мы говорим 5 миллиардов тонн, соответственно, столько количества полимеров сегодня просто на Земле нет необходимости производить. Так вот, друзья, сегодня пришла эра, и почему сегодняшний шестой технологический уклад, а ядром шестого технологического уклада являются струнные технологии инженеров Юницкого, которые сегодня идут под брендом Skyway. Это как раз, друзья, требование времени. Требование времени сегодня убрать пробки из городов, потому что пробки это сегодня раковая опухоль всех городов. Мы просто задохнемся через такими темпами, как идет, буквально 3-5-10 лет, и все, города будут просто не в состоянии обслуживать такое количество людей. Экология, то есть то, что сегодня сжигается в двигателе внутреннего сгорания, потом выбрасывается в атмосферу, что мы потом получаем обратно продуктами питания, водой, воздухом, это тоже все убивает наше здоровье, это все отвечает только экологии. Ну и, соответственно, сельское хозяйство, то, что мы сегодня варварски делаем для того, чтобы накормить население, соответственно, убивая и превращая в яд ту пищу, которую мы сегодня потребляем. Так вот, сегодня веление времени, то, что сегодня требует от науки, от цивилизации, нашей жизни, развития, это решить эти вопросы. И как раз Skyway отвечает на эти вопросы. Мы уже сегодня четко можем заявлять, что в течение 5-10 лет можно убрать все автомобили с улиц городов. Это мало того, что решится экология, пробки и так далее, мы перестанем убивать машинами людей. И сегодня машина это самый крупный убийца за всю историю человечества. Она убивает полтора миллиона человек в год и, соответственно, 15 миллионов человек становятся коллегами каждый год, друзья. И эта цифра, к сожалению, только растет. Соответственно, на это направлена вся концепция сегодняшнего интеллектуального развития автомобилестроения. Это так называемая концепция 4-0. Ну, чтобы вы понимали, что такое 4-0, движение это 0-0, это просто, грубо говоря, это говорить уже информационным языком, перенося его в сферу транспорта. 0-0 это когда люди ходили пешком, то есть это была степень свобода ограничена только переходом, который мог человек существовать. Дальше появилась лошадь, это будем считать 1-0. Дальше появилось колесо, это 2-0. Дальше появилась уже машина, то есть то, что стало человеку помогать перемещаться быстрее и перевозить больше груза. Это мобильность 3-0. Это вот сегодняшняя транспортная коммуникация, которую обслуживают автомобили, самолеты, железная дорога. И все это делается в рамках мобильности 3-0. Сегодня подошло время и все эксперты работают над логикой мобильности 4-0. То есть это то, чтобы сделать перемещение более безопасным и более экологичным. Поэтому машины уже сегодня идут с датчиком, с мозгами, самолеты с автопилотами и там и все, и все. То есть это электроника, то есть искусственный интеллект начинает решать эти задачи. Но когда эксперты решают эти вопросы в плоскости перемещения людей и автомобилей на одном пространстве, это задача нерешаемая. И на сегодняшний день единственное решение безопасности и экологичности это Skyway, это струнные технологии. И как только мы наш Unibus, Unibike повесили на эстакаду второго уровня, сделали релиз, то мы автоматически решили эту проблему. Так вот, сегодня мы утверждаем на очень таких больших, серьезных научных, экономических и технологических форумах о том, что мобильность 4-0 может решена быть только с помощью технологии Skyway. И я думаю, что не так далек тот час, я думаю, это где-то середина этого года, когда эта концепция станет преобладающей вообще в технологическом транспортном мире. Так мы же, друзья, делаем следующее утверждение. Как только мы подошли и говорим, что мы решаем вопрос мобильности 4-0, мы начинаем утверждать, что мы делаем сегодня уже технологию мобильности 5-0. А про это, друзья, сегодня в технологическом и в транспортном мире пока никто не может даже рассуждать. Поэтому мы сегодня вводим новый научный термин, это мобильность 5-0. Это концепция мгновенного перемещения. Мгновенное перемещение, это телепортация. Нет, друзья, в нашем понимании мгновенное перемещение, это когда человек, помимо того, что он перемещается, может заниматься другими повседневными вопросами, на которые он все равно тратит время. Это, как мы уже показали, элемент, друзья, концепции 5-0, это тренажеры, которые вырабатывают электроэнергию, экономят затраты, но и позволяют заниматься спортом. И при этом это еще и туризм, друзья, вы еще в красивых местах, вращая педали, перемещаясь, вы одновременно получаете эстетическое удовольствие, получаете физическую нагрузку и перемещаетесь, куда вам надо. Вот это концепция 5-0. Дальше мы будем развивать этот вопрос, мы будем показывать, что одновременно можно работать, потому что у вас высокоскоростной интернет, одновременно можно проходить систему обучения, одновременно можно проходить лечение, это тоже позволяет как раз сегодня сделать концепцию 5-0. Так вот, друзья, когда мы произносили слова и говорили, что Skyway и Transnet это лидер научного направления, сейчас я вам просто и листуирую делу, и я вам сейчас говорю части элемента докладов, которые мы будем делать сегодня на ведущих мировых технологических форумах, которые будут проходить в ближайшее время по всему миру, и уже Skyway и инженерная школа Юницкого позиционируются как лидер, который задает новое стратегическое направление уже именно в сфере транспорта. И, соответственно, о концепции мобильности 5-0 вы нигде, никогда не могли слышать, потому что это абсолютно новое понятие, и только Skyway сегодня позволяет это решать. Соответственно, мы дальше подошли уже к экогенной технологии, которая позволяет сегодня решать вопросы экологии, потому что убрать сегодня 60% сжигаемых углеводородов, это уже, ну там, скажем, почти полностью решение экологической проблемы. Введение сегодня еще проблемы гумуса и Skyland, как мы говорили, то есть новой технологии производства Земли для того, чтобы озеленять и превращать пустыни реально в Айзисы, это тоже то, что продвигает технология Skyway. И дальше, к чему подошли, вот здесь вопросы вначале задавались, а зачем нам космос выходить, зачем, так сказать, вообще дальше развиваться. Ну, друзья, тут читайте классиков, читайте Циолковского, когда он говорил, что Земля — это колыбель цивилизации, мы все равно выйдем на околоземную орбиту. Мы сегодня используем космос для связи, для перемещения на больших скоростях, это идет уже в стратосфере. Вот, то есть использование сегодня околоземной орбиты для нужд Земли, оно сегодня идет. Так вот, вообще вся концепция Skyway и транспорта Юницкого началась с того, что он представил концепт неракетного освоения космоса, и было это более 40 лет назад. Так вот, друзья, в космос выходить все равно необходимо, и об этом сегодня говорят все ведущие, ну, там, концерны, производители и те, кто занимается будущим, потому что только в космосе можно заниматься тем производством, которое вредит на Земле. То есть в космос должно быть вынесено все сталелитейное производство, которое потребляет кислород. В космос должны быть вывезены все заводы, занимающиеся нефтью, химией, для того, чтобы все вредные компоненты оставались за пределами атмосферы. В космос должно быть выведено все, что связано с излучениями и, соответственно, с получением цветных и редкоземельных металлов, которые так сегодня необходимы на Земле. Поэтому освоение близлежащего космического пространства это как раз следующий шаг транспортных коммуникаций, которые идут за Skyway. И это называется седьмым технологическим укладом, но развиваться это будет только тогда, когда на Земле будет уже развита широкая сеть Транснета, так же, как Транснет сегодня стал возможен только тогда, когда появилась и развилась активнейшим образом сеть интернет. То есть это естественное развитие, и это то ближайшее инженерное и цивилизационное будущее, которое, скажем так, сегодня создается, которое делается и которое закладывается инженерной школой, которую мы сегодня все с вами принадлежим и которую мы все сегодня с вами доводим. Ну вот, друзья, я сознательно сегодня использовал очень много таких научных новых терминов и обобщил для того, чтобы это было четкое представление, чтобы наши вебинары не превращались просто в, скажем так, сборище людей по интересам, которые собрались друг к другу, поулыбались и при этом разошлись. Друзья, вы должны четко понимать, что то научное направление, которое сегодня мы развиваемся, и продвигаем, и создаем в виде отдельных компаний и технологий, это высокотехнологичное, высоконаучное и предприятие направление. Что сегодня мы являемся лидером в целых направлениях, которые будут в ближайшее время образующие отрасли, образующие вообще в экономике целых стран. И то, что сегодня мы применили для этого краудинвестинг, и всех сегодня зовем стать совладельцами и партнерами этой технологии, это тоже, друзья, новое веление времени. Это стало возможным только благодаря появлению интернета и такой массовой аудитории, в которой мы сегодня работаем. Раньше этого было невозможно. И то, что сегодня велением времени становится и новый интернет-банкинг, и мы работаем в этом направлении, и вплоть до создания своих расчетных систем, своих криптовалют, своих реестров, своих фондов, бирж, это все тоже будет, друзья, внутри это веление времени, это естественное развитие. Мы не ставим этой целью делать сегодня. Нет такой необходимости. Но то, что это развитие и в ближайшее время это появится, это, друзья, также очевидно, как и то, что появится сеть Skyway, сеть Transnet, появятся десятки, сотни и тысячи адресных проектов по всему миру. И если сегодня мы регистрируем, у нас уже доходят более тысячи регистраций новых партнеров в день и те, которые приходят в проект, то, я думаю, не так далек в то время, когда мы с такой же скоростью будем создавать и регистрировать новые компании по всему миру, которые будут приносить ту капитализацию, о которой мы сегодня говорим и над которой мы сегодня работаем. Ну вот, друзья, давайте я на этом передам сейчас слово Алексею. Он, как всегда, показывает свою точку зрения на то, что происходит. И в конце я, как всегда, сделаю небольшое заключение, небольшое обобщение для того, что нас ждет и куда мы двигаемся, скажем так, в ближайшее время на этой неделе. Алексей, я передаю тебе слово, а я еще останусь с перископом, потому что он у меня не отключается. Благодарю, Сергей Анатольевич. Приветствую, дорогие друзья, кто только подошел, кто перешел с вводного техника экономического вебинара. То есть опросник показал, что примерно 6-7 человек перешли. И я хотел бы сделать упор именно на то направление, которое было показано уже. То есть мы будем, естественно, освещать и другие направления, но хотелось бы осветить направление юнибайков легкого прогулочного транспорта, который был уже начат демонстрироваться в движении. То есть технологические прогоны. Фактически уже никого не удивишь из наших инвесторов, что юнибайк поехал, но действительно в конце 2016 года это было очень серьезным событием. Я хотел бы остановиться на стартапе конкурента Теслы. И имя этого стартапа Faraday Future, то есть будущее Faraday, что переводится с английского. И что они закладывают вообще в свой автомобиль, в свой транспорт. Просто посмотрите аналогию. Во-первых, они говорят о том, что автомобили Faraday Future будут максимально подключенными. То есть фактически внутренности автомобиля, интерьер автомобиля будет напоминать один большой планшет. То есть будет множество функций и так далее. Что мы видели в юнибайке? Тот, кто сидел на инотрансе, на белорусской выставке, в салоне юнибайка, видели, что планшет также достаточно больших размеров, абсолютно функциональные. Это первые версии, только будет в будущем, я думаю, еще более, не то что современные, а еще более эргономичная электроника будет вливаться в салон юнибайка. И Faraday Future говорят, что водителю даже не придется удаленно управлять машиной при помощи смартфона. А нашим машиной, нашим электромобилем вообще не придется управлять, потому что он будет ехать сам. И он будет абсолютно автономным и не требовать каких-либо умственных усилий, только физически. Вот про концепцию мгновенного перемещения кто-то пошутил в чате, что заставить пойти себя на тренировку. А заставлять не нужно будет, потому что можно будет перемещаться буквально в юнибайке. Допустим, в Нигерии, в стране очень с интересной экономикой, то есть за счет экспорта от нефти формируется экономика, примерно 400 миллиардов в год. И эта экономика вообще по сути должна инвестировать в столпы, естественно, развития каждой экономики. Первое, это хорошие дороги. Второе, это, естественно, телекоммуникации, энергоснабжение и водоснабжение. Так вот, интересное самое, дорогие друзья. И, естественно, я это беру не из головы, то есть очень много сейчас материала анализирую, читаю и так далее. И, естественно, все накладываю на технологию Skyway. Так у нас все эти столпы экономики любой страны вообще фактически в инфраструктуру включены. То есть это унифицированная вообще система, которая включает все основы для развития современной экономики любого государства. И вот это, действительно, дорогие друзья, это наша система, это инфраструктура проекта Skyway, системы Skyway. Это не только путевая структура, это не только отдельный подвижной состав, это не только ветра, турбины, это не только многое-многое другое, это все едино. И это, действительно, уникально собранное ноу-хау. Так вот, на примере Нигерии, дорогие друзья. Нигерия является рекордсменом, ну, так скажем, в качестве негативного примера, и это им не на руку. Примерно 162 киловатта часа в год расходуется на человека в Нигерии. Так вот, только крутя педали, изредка, так скажем, один раз хотя бы в день, по чуть-чуть, человек сможет запитывать и для перемещения непосредственно юнибайка своего, и для отапливания своего дома, потому что он будет вырабатывать вообще с запасом. Есть такое суеверие у инвесторов и так далее, даже four season, то есть высшей комфортабельности отелей. В Нигерии говорят, что ни в коем случае не перемещайтесь даже на переговорах, если опаздываете на лифтах, потому что лифт может застрять, огромные скачки напряжения и перебои электроэнергии. Это вот одна из тех стран, дорогие друзья, которая просто жаждет вообще концепции SkyWay, не только в плане этих столпов экономики государства, но и в плане поднятия энергетики. И действительно революционным будет тот шаг, эволюционным в плане вообще всего мира, потому что на сегодняшний день четверть вообще всей транспортной индустрии формирует парниковый эффект. И любые альтернативные виды источника энергии, они только приветствуются. Это официальная статистика, дорогие друзья, и поэтому еще зеленые очень сильно будут наш проект поддерживать. Еще мы прогремим, я думаю, на конгрессах и в конвенциях, я думаю, что ООН. И ООН будет за нас, потому что сейчас вот изменение климата, это огромная проблема. Я немножко не понимаю, точнее понимаю и не понимаю вот решение Трампа, то, что было заморожено строительством Обама и нефтепроводов, ввиду ухудшения экологии, он разморозил. Но, естественно, сейчас Трамп направлен на формирование мощного государства. И если говорить, допустим, про США, тоже статистика, тоже факты, дорогие друзья, то я могу сказать, что в год вообще США тратят на устранение последствий транспортных аварий в районе 870 миллиардов долларов. То есть фактически, дорогие друзья, это капитализация компании Apple. Вот столько тратят на устранение последствий автомобильных только аварий. Я не просто так говорил вот про свой взгляд на Азию на прошлом вебинаре. Сейчас на этом останавливаться не буду. Но вкратце скажу, что Unibike и более того, Анатолий Эдуардович разрабатывает и будут представлены специальные образцы, которые будут применяться именно на азиатском, на южном пространстве, где даже двери открывают, окна открывают у подвижных составов, у поездов, у автобусов и невозможно перемещаться. Естественно, раскрывать все особенности я не буду, но будет некий новый вид также Unibike, Unibus. Что-то мне подсказывает, что это будет именно на территории азиатского пространства и южных территорий распространено. И огромный потенциал, дорогие друзья, у новых мировых прорывных экономик на сегодняшний день, вот так же, как Филиппины. И это прямой показатель, то, что это действительно экономика, которая, как вот Индия сейчас, может вырваться в числе первых, именно вот в такие рекордсмены по экономическому развитию и увеличить свой ВВП только за счет строительства Skyway. И, дорогие друзья, очень хочется, чтобы Россия также здесь не отставала, но мы делаем все, мы прорабатываем максимально вопрос, пишем статьи и так далее. И тут уже, естественно, будет зависеть только от сильных мира сего, каким образом это все будет воспринято именно в плане развития Skyway. Насколько быстро, надеюсь, что быстрее, чем строительство первого трамвая, в Туле итальянцами, насколько я помню. И, соответственно, технология Skyway появится быстрее все-таки на территории России. Так вот, вернемся к Нигерии снова, дорогие друзья. То, что действительно, эта экономика, которая сейчас держится на заработке от нефти, на экспорте и не инвестирует, вот только за счет Skyway они также могут уже скакнуть очень серьезно не только в плане мировой экономики, но и в плане энергопотребления. Если также приводить сравнение с Faraday Future, дорогие друзья, я эту статью сброшу, обязательно сохраняйте у себя, потому что в аргументации это очень сильно помогает. Также создатели Faraday Future говорят, что все сидения будут комфортабельными. Мы же говорим, дорогие друзья, что сидение это без вопросов будет комфортабельным. Все вы видели сидение Unibike, то есть не каждый дорогущий элитный спорткар позавидует такому сидению. И более того, мы подразумеваем концепцию перемещения городского транспортного лифта. То есть фактически и сидений может не быть, а может быть вообще весь салон забит сидениями, все это будет, как говорил в интервью своему Анатолию Эдуардовичу, зависеть от конкретно заказчика. И что действительно в 2016 году мы как футурологи уже с Сергеем Анатольевичем фантазировали и накладывали на концепцию Unibike, что ваша машина, то есть ваш Unibike в данном случае будет знать все ваши предпочтения. То есть он будет знать, какую музыку вы слушаете, у вас будет особый контакт между машиной и человеком и все будет действительно абсолютно таким вот синергичным интерфейсом человек-машина и вы будете даже не замечать, что вы находитесь на самом деле сейчас в Unibike. Вам будет казаться, как вот сейчас я сижу в своем кабинете, вот так вот мне будет казаться, что я сижу в своем кабинете. Если я буду смотреть фильм, мне будет казаться, что я сижу в кинотеатре. Если я буду смотреть музыку, там будет, соответственно, даже, я думаю, на самых таких недорогих Unibike-ах система, как сегодня в люксовых автомобилях используется. И мне будет казаться, что я нахожусь на концерте любимого исполнителя, допустим. И это действительно будет альтернативная реальность, дорогие друзья, которую сейчас пытаются создать и занять этот серьезный рынок именно создатели виртуальной реальности, которая сейчас занимает огромный пласт IT-индустрии. И виртуальная реальность также будет, дорогие друзья, использоваться в Unibike. Но что меня действительно поразило, это то, что дальше вот насчет тезисов Faraday Future, пожалуй, прекратим, но я также сброшу вам статью. И это аналитика, дорогие друзья, это накладывание существующей реальности на проект Skyway. И это действительно вот в будущем даже некоторые события, некоторые статьи, они будут просто взрывать наши котировки акций, и акции будут расти только в виде ожиданий даже. Естественно, это произойдет, когда мы начнем уже реализовывать адресные проекты. Как правильно заметили в чатах, дорогие друзья, что такой вот бурный и стремительный рост сети Transnet начнется с реального развития и воплощения первого адресного проекта. Более того, огромное количество проектов, дорогие друзья, сейчас ведется. Мы беремся за все проекты от мало до велико, от километра до, соответственно, связок между странами и континентами. И даже небольшой проект, буквально один километр, он может быть опорным проектом для развития сети Transnet в рамках всего государства. Он будет пилотным проектом, и оттуда будет разрастаться сеть Transnet. Так вот, что еще очень сильно важно, и мы будем это постепенно формировать в тезисах. Если раньше мы говорили вам, дорогие друзья, что, допустим, SD-карты раньше были на 256 мегабайт, потом гигабайт, потом 1 терабайт, то есть стремительно растет скорость записи информации, то в чем сейчас действительно слабая сторона именно зарядки электромобилей. В том, что они долго заряжаются, и в том, что минимальный запас хода аккумулятора. Так вот, компания Samsung, и я каждый вебинар буду заканчивать определенные истории, мне эта история очень понравилась, и я ее связываю со схемой развития нашего проекта, это пример Южная Корея. Так вот, вот этот южнокорейский гигант, они создали ни много, ни мало, но батарею для электроколоров мало того, что с запасом хода 600 километров, так вот, внимание, дорогие друзья, это действительно просто парадигму сознания меняет в плане электромобилей, а если думать о юнибайках, это еще больше меняет. Время быстрой зарядки до 80%, до 80%, дорогие друзья, то есть, это фактически за каких-то 20 минут будет заряжаться электромобиль. Я вам скажу, дорогие друзья, мой смартфон с функцией быстрой зарядки, то есть, Galaxy, одной из последних моделей, заряжается медленнее, чем будет заряжаться электрокар. То есть, от этого мы так вот плавно переходим, дорогие друзья, к тому понятию, что наш юнибайк будет действительно являться со всеми транспортными приложениями и так далее, со всеми удобствами, обеспечивающими концепцию перемещения мобильность 5.0. Это будет транспортный гаджет, это будет транспортный девайс. И многие сейчас говорят, дорогие друзья, что вообще время гаджетов ушло, и что дни гаджетов сочтены, что не появится уже таких вот флагманов. Естественно, сейчас пытаются придумать смартфоны, вот одна из новинок, будут складные такие смартфоны, не то, что раскладушки как были, а они будут раскладываться на внешнюю сторону, и это вот уже попытки удерживания вот этого рынка, на самом деле экшн-камеры придумали, и все, что только не придумали, и виртуальную реальность придумали, сейчас этим никого не удивишь, сейчас вот именно такие вот компании, технологичные и айтишные, они сосредоточены на разработке приложений, и это, дорогие друзья, я могу сравнить именно с технологическими укладами, с длинными короткими волнами, и наша технология, скорее всего, будет развиваться по этому пути, но вначале были созданы гаджеты, и сейчас миллиарды людей пользуются смартфонами, так вот, дорогие друзья, если Анатолий Эдуардович говорит, что 1 миллион юнибайков позволит, соответственно, заменить 12 атомных электростанций, то я могу сказать, дорогие друзья, что эта цифра абсолютно реальна, потому что к 2025 году планируют уже 500 миллиардов устройств вообще вот в сети вещей, интернет-вещей, то есть это те все устройства, которые с нами общаются посредством Wi-Fi, можно микроволновку запрограммировать, чтобы она через Wi-Fi уже разогрела вам еду, этим тоже никого не удивишь, но если 500 миллиардов устройств позиционируют, что будет использоваться в мире интернет-вещей, почему один миллион юнибайков, либо даже один миллиард юнибайков не может позиционироваться к появлению, это наша будущая реальность, дорогие друзья, но вначале будут сформированы транспортные гаджеты и потом уже будут наслаиваться многочисленные транспортные приложения, это будущее Skyway, и мы сейчас даже не представляем, дорогие друзья, насколько вообще вот скрытую капитализацию имеет наша технология, мы видим то, что сейчас потенциал в виде адресных проектов, одна Индия даст колоссальные, так скажем, надежды и ожидания на будущие дивиденды, также сейчас арабские страны подключаются и у нас сейчас согласовываются дополнительные визиты, непосредственно я, Сергей Анатольевич, ведем с нашими партнерами, которые общаются с арабскими представителями и есть там среди миллиардер, очень люди, многие на наших вебинарах любят эту информацию, так вот, знаете, миллиардеры также и сейчас знают о нашей технологии и уже смотрят, как эту технологию можно использовать на территории, естественно, арабских стран. Каждый континент, дорогие друзья, каждая группа стран и БРИКС и другие латиноамериканские всякие союзы, каждый будет использовать технологию для себя, для своих нужд. Дональд Трамп, я абсолютно уверен, он также будет использовать для своих нужд, для своей цели, которую он сейчас поставил, то есть возродить Америку, вернуть ее былую славу, не гордиться, что там печатается огромное количество долларов, растет внешний долг, а именно за счет роста экономики возродить экономику, но что всех будет объединять, дорогие друзья, это именно Skyway, одна из технологий, одна из технологий, которая действительно будет унифицированной и единой для всего мира, потому что на мой взгляд сейчас я не вижу никакой иной перспективы, гиперлуп посмотрим, посмотрим, кто первый вообще дойдет в этой гонке на самом деле сверхскоростей, гиперскоростей, я думаю, что все шансы у нас более чем имеются, но в отличие от гиперлупа мы идем конкретно по ступеням, зная как развивать технологии, вплоть до стратегического планирования и развития на будущие как минимум 30 лет, почему 30 лет, потому что космическая программа ОТС и та схема, которая у нас используется, дорогие друзья, я вот как обещал, всегда хотел привести такое, привожу такое сравнение с Южной Кореей, что в 2009 году, когда Южная Корея также погрязла в оковах экономического кризиса глобального мирового и вынуждена было взять огромную сумму, то есть там фактически более 500 миллиардов долларов у США и кореянцы, южные кореянцы, они пошли и начали просто помогать своему государству в погашении этого долга. Кто мог, кто сколько мог, кто-то часы допустим продал и так далее, у кого-то 10 долларов было, но с мира по нитке, со страны по нитке, так скажем, эти люди именно сформировав такую идею, вот улавливайте суть, что у нас единая идея финансирования технологий, которая вообще изменит мир и изменит жизнь нашу очень круто, я думаю, то есть я искренне надеюсь, что все будут готовы к тем дивидендам, которые через 5-10 лет мы будем получать, и потом уже, когда народ начал погашение этого долга, присоединились крупные корпорации, и я это синхронизирую, дорогие друзья, что мы, народ, обычные люди, начали народное финансирование, потом веха такая серьезная была, что 330 тысяч долларов у нас инвестировал один человек, бывший губернатор одного из регионов России, и сейчас близится инвестиция, сейчас 200-100 тысяч долларов, никого не удивишь, даже 500 тысяч долларов от одного человека прорабатываются, уже мы готовим приезд на Экотехнопарк, это уже миллионы, десятки миллионов долларов инвестиций, ну и естественно сотни миллионов и миллиарды долларов, как многие любят эти цифры, инвестиции уже в адресные проекты, что и сформирует тот потенциал дивидендов, дорогие друзья, что и ответит на главный вопрос, откуда будут дивиденды, и когда же мы начнем получать прибыль, это весь тот потенциал, который мы и описываем, ну и в первую очередь те адресные проекты, те десятки контрактов, по которым будут подписаны со слов Анатолия Эдуардовича уже в 2017 году, строй SkyWay, спасай планету, вот только это одно Спасибо, Алексей, спасибо, сейчас, секундочку, что у меня тут, солнце ярко светит, вот, ну, я тут пока и Алексея слушал, и в перископе общался, отвечал на вопросы, то есть, видите, у нас, сейчас еще фейсбук поставим, будет еще третья, так сказать, трансляция, вот, со всеми одновременно, вот, ну, очень интересна, конечно, реакция в перископе, потому что там очень много людей, как раз новичков, которые заходят случайно, на то, что происходит очень эмоционально, как бы это, но, в общем, конечно, Алексей сегодня, видите, как очень интересный вам уже с точки зрения как бы такой ближайшей футурологии, практикующей именно футурологии, показал Unibike, что делать, мы много будем об этом говорить, мы много будем представлять, и я уже упомянул один раз, Алексей еще раз упоминал этот случай, когда я на Рождество был в Словакии, и сидели за рождественским столом ну, так, несколько компаний, крупных бизнесменов, вот, ну, там, каждый такую встречу использовал для того, чтобы презентовать, кого-то приглашать, делать, и было, то есть, это уже как нарицательное такое, это Настя Кузьмина, это такая известная наша биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка, она выступала за Россию, дважды выбирала олимпиаду, потом дважды за Словакию, как раз Банско-Быстрица, где мы были, она там как национальный герой, сейчас уже готовится опять к следующей олимпиаде, вот, и просто говорили, и так, слово пришлось, было интересно, весело, такое, такое, очень праздничное настроение, вопрос, чем занимаешься, я говорю, ну футурология, что такое футурология, ну это будущее, и начинаю рассказывать, показывать, там интересно, так поговорили, так весело, вот, а потом ставлю ей ролик, вот показываю Unibike, я говорю, ну вот смотри, мы подошли уже к испытаниям, все, показываем, и она интересную фразу такую говорит, она говорит, слушай, я думала, что футурология, когда будущее, это то, что недостижимо, или то, что далеко, а когда вы это испытываете, то это же уже настоящее, Я говорю, Настя, ты абсолютно, просто получается, что для многих это еще не реальность, невозможность, а для нас это уже существующее, то, что мы делаем. Поэтому, почему мы с Алексеем сразу и ввели такое понятие, практикующая футурология, потому что для многих то, что мы сейчас говорим, это фантастика, они это не могут даже представить, тут мне один тролль пишет, что там невозможно в тапочках, и типа вот я сумасшедший, я обманываю людей по капитализации, потому что невозможно в своих тапочках. поехать в Париж, понимаете, вот я бы, знаете, для меня как раз почему-то этот вопрос, когда рассказываешь о юнибайке, о системе кенгуру, когда юнибайк становится в скоростной юни-лед со скоростью 500 километров, дальше опять становится на струну, то есть с технической точки зрения я никаких проблем не вижу. Вот, а мне всегда хочется задать такому деятелю вопрос, если он в возрасте хотя бы там старше 40 лет, что, а сколько, когда ты мог представить, допустим, в 90-м году, что чтобы найти информацию, тебе надо открыть компьютер, а сейчас даже не надо открыть компьютер. Я вижу, как мои дети сегодня получают информацию, там буквально, как, вы думаете, как узнать сеансы в какой-то фильм? Даже мне надо сегодня набрать, зайти в гуглиться, там, в гугл, загуглиться, набрать там кинотеатр и так далее, и мне выскочит ответ. Так вот, у меня дети, которым сегодня там 7 лет, они даже не парятся, они берут Siri, айфон, и задают вопрос, Siri сеанс в таком-то кинотеатре, на такой-то это все, и в течение 5 секунд получают ответ. Вот сколько лет назад вот этот деятель, который говорит, что в Париж в тапочках нельзя будет уехать, мог себе это представить? А мы это уже создаем, мы уже сидим в Юнибайке, который будет, как индивидуальный Юнайт Мопил Персонал Спейс, перемещаться со своим двигателем как 150 км в час, а как индивидуальное купе в Юнилете будет перемещаться в скоростном контейнере со скоростью 500-600, а потом и 1200 км в час. Вот сегодня эти люди, они не могут даже представить, так же, как не могли представить какое-то время назад те функции, которые есть сегодня у смартфонов, их всего 10 лет назад большинство функций никто не мог представить, а 20 лет назад об этом никто не мог даже мечтать, сейчас это реальность. Вот то же самое и мы, друзья, то, что мы делаем сегодня для нас это реальность, а для большинства, кто только входит, это фантастика, это будущее. Так вот, друзья, почему мы говорим, что сейчас как раз самое интересное время с точки зрения, это уже бизнес языком, я объясняю бизнесменам, что сегодня очень интересно входить в проект, потому что он уже реально существует, осталось только время, когда все об этом узнают и все это захотят. И это время, друзья, это 17-й год, и вот 17-й год, особенно его первая половина, для тех, кто уже в проекте, для тех, кто сегодня делает инвестиционные сегодня пакеты, для тех, кто привлекает партнеров, это время сейчас самое интересное. И это время не бесконечное, оно будет до тех пор, пока сюда не ломанутся все, когда все это захотят и тогда это станет понятно. Ну, то есть, когда все поняли, что такое Apple, и все ломанулись покупать айфоны, смартфоны и акции, все, сразу доходность и сразу привлекательность у них такая, какая была. Дальше стало все очевидно, дальше все становится с точки зрения инвестиционного и обычного бизнеса традиционным. Так вот, друзья, то, что мы сейчас делаем и подходим, мы создали базу, благодаря тем, кто с нами вот эти три года, мы продолжаем демонстрацию, идет планово выполняемая работа, каждый обводимая такая демонстрационная модель, демонстрационный участок и демонстрационный образец, он капитализирует, он дает больше аргументов для демонстрации и, соответственно, все больше и больше работы по привлечению заказчиков, что является нашей, ну, скажем так, конкретной конечной целью. Вот, поэтому, друзья, я могу сказать, много вопросов задавали по Франции, значит, да, были очень серьезные именно это лидеры, которые привлекают инвесторов из структуры с Франции, вот, уехали крайне воодушевленные и по бере того, что у них есть колоссальный опыт работы с европейским рынком по ряду предыдущих проектов, я абсолютно уверен, что они в SkyWay сработают очень эффективно и привлекут огромное количество французов, итальянцев и в том числе это будет по инвестициям. Вот, у нас каждую, ну, неделю идут переговоры с делегациями, то есть, вот, на следующей неделе мы с Алексеем тоже летим, две делегации, это которые мы готовили по приезду, а вообще делегации, ну, практически каждый день идут переговоры по скайпу Виктору и Анатолию Ивановичу идут и приезжают делегации, они тоже практически каждую неделю этот процесс идет непрерывный. И это, друзья, для этих целей Эко-технопарк и создавался. И это его только первые шаги. Друзья, когда к июню будут показаны уже основные модели, образцы и этапы, то эта работа будет просто набирать-набирать обороты и я думаю, что придет время, когда посещение Эко-технопарка будет ежедневной и по графику. Ну, вот, соответственно, этот вопрос. Так, 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 еще вопрос. Сименс приезжал? Нет, Сименс, мы же договорились, что Сименс мы приглашаем демонстрацию, когда будем показывать Юнибус на путевой структуре 200-400-200, а это уже ближе туда, к весне. Или же к весне. То есть, поэтому показывать промежуточную мы им не будем. Будем показывать, не то самое, будем показывать только, ну, скажем, окончательные такие уже варианты, которые действительно не имеют никакой обратной аргументации, никто не может каким-то образом возражать. Ну, что, друзья, давайте тогда основные вехи у нас как бы сейчас обозначены, что у нас конференция теперь будет в апреле в Париже, в марте, в начале февраля, 28 февраля, 3 марта будет выставка большая и на транс в Праге с посещением там премьер-министра и министров. Дальше 4 марта будет конференция в Праге. Потом у нас конференция будет в Эстонии, в Таллине, потом в апреле в Париже. Что я еще упустил? Это до Экофеста. Ну, естественно, друзья, мы готовимся к Экофесту. Дата практически уже определена, то есть там сейчас шлифуется, это будет либо 10 июня, либо 17 июня. Вот, то есть сейчас определяется точно по очень многим факторам, потому что здесь же, друзья, факторы складываются. Это и технологические, то есть инженеры, когда готовы, и организационно сколько надо подготовить для этого, и, соответственно, по участникам основным, кто собирается и кто хочет туда, так сказать. Ну и, естественно, что ключевое решение сейчас это за Юницким, когда все это увязать. Вот пока предварительно 10-17 июня. Вот. Это то, что будет наш Экофест. Вот это, конечно, будет грандиозное событие. Приедет очень много людей, очень много делегаций. Но самое главное, друзья, то, что мы с вами к этому времени подготовим и увидим, это будет, ну, скажем, такое очень жирное такое подведение итогов под нашей непростой, я могу сказать, но очень плодотворной, плодотворной работой. Так, реклама не хватает. Все, сейчас все будет делаться в личном кабинете, можно все заказывать. Так, двигаются маленькие, большие, не байки. Так, Лукашенко поэтому разрешил 5 дней проживать в Беларуси без визы. Ну, мы тоже считаем, что наша позиция и то, что мы активно работаем, и что большое посещение экотехнопарка, как раз решение правительства Беларуси 5 дней для большинства стран, практически для всех дать без визы 5 дней, я считаю, что это как раз очень и нам на руку, и определенные усилия. Ну, вот, друзья, давайте тогда следующую неделю, вот, эта неделя у нас прошла очень активная, очень серьезная, мы сейчас подводим итоги уже за первый январьский месяц, он идет с существенным ростом и по приходу партнеров, инвесторов, инвестиций, вот, поэтому объем выполняемых работ сегодня переместился в большинстве, это уже на производственную базу, вот, то есть сегодня идет переоборудование активнейшим образом завода, подготовка его, к такому уже серийному производству, это тоже требует и серьезных, серьезный времени и затрат, вот, эта работа. Сегодня закладом уже заложена целая линейка новых модификаций и новых образцов подвижного состава, вот, тоже по мере того, как это будет готово, ну, подготавливаться в репортажах, вы это все будете видеть. Вот, идет монтаж основной путевой структуры эстакады, идет монтаж грузовой, сейчас готовится к натяжению уже, соответственно, путевая, легкая путевая структура и самое, что главное, ответственно, это готовится монтаж уже вот эти 200-400-200, потому что это, конечно, друзья, сегодня с точки зрения технического решения, технического решения, ну, такое наиболее значимое, наиболее ожидаемое, то, что, так, когда Юнибус поедет? Ну, Алексей уже говорил про Юнибус, это ждем где-то начала середины февраля, вот, то есть, может быть, даже раньше, то есть, это вот буквально днями, вот, потому что для него путевая структура готова, то есть, он поедет по стакане, соответственно, вопрос буквально там дней считанных недель. Вот, ну, все, друзья, давайте на этом, в следующей, к следующей среде, я думаю, что она будет в штатном режиме, мы будем еще с Алексеем по своим рабочим местам, мы в конце недели поедем уже в Минск, вот, поэтому новостей будет много, событий будет много, вот, будем комментировать, будем общаться, будем делать, так что, друзья, как всегда, подписывайтесь на наш канал, следите за новостями, вот, и вы всегда будете в курсе прорывных транспортных, я бы сказал, футологических технологий, которые изменят и перевернут мир в ближайшее время. Все, друзья, строй Skyway, пасай планету. Так, все, выключаю я. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко, вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы находимся с вами в экотехнопарке Skyway в Мариной Горке, где творятся великие дела. Нашим сегодняшним собеседником является руководитель организации строительства закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Сергей Викторович Зайко. Добрый день, Сергей Викторович. Добрый день. Пожалуйста, оправдайте мое обещание о великих делах. Все-таки, что сделано за неделю, которая прошла с последнего репортажа, когда нашим экскурсоводом был сам Анатолий Эдуардович Юницкий, что сейчас делается, ну и какие ближайшие планы? Великие дела, они действительно делаются и вершатся. На протяжении прошедшей недели был смонтирован очередной пролет высокоскоростной фермы. И сейчас параллельно ведутся работы по устройству разворотного кольца на легкой путевой структуре. Это вот мы как раз сейчас с вами и находимся, между двух анкерных опор. И это разворотное кольцо, как я понимаю, прямо располагается за нами. Что вот это? Расскажите про все. На сегодняшний день забетонированы фундаменты под разворотное кольцо и на них смонтированы металлические стойки, которые в последующем будут забетонированы бетоном. Значит, на этой неделе уже планируется поступление металлических балок, которые будут смонтированы выше, и к ним будет смонтирована на них ферма, соединяющая две путевые структуры, полужесткую и провисающую. То есть, как я понимаю, я-то понимаю, но объяснить всем нашим зрителям, это будет кольцо, соединяющее низкую... Субтитры делал DimaTorzok